счет цветет смотрите серия это вот которая половинка которую прошу раз не осмотреть и тут вот знаешь это самое где вот 5 вот есть видишь 5 а тут можно найти 6 даже да 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 тут вот какая-то одна такая вот 3 4 5 5 4 5 увидел 6 не вижу лепесткового вот тут надо нера подстричь немножко это какая-то светлая как бы серий а вот это было потемнее а это вот белый видишь я же вот эту вот мы с тобой я когда были здесь уже опять надо стричь ты знаешь что похоже что и это мужская но здесь нет ягода вот в этой мужской чему что я чекрану к ночи нет она не колючая и там тоже по моему мужская она не колючая значит надо будет как-то вот эту вот делать не то что мужская должна быть это да а вот люпин надо урвать ну здесь подросли да вот яблоко и не трогает мнение вот яблоко я просто листья отодвигаю вот яблоки вон ну будет яблоки если они не опадут то вот это вот боярышник его надо блин спили так я спилил вон в том году и все тут не а сашка говорит не надо зачем мы тут натворили это то что открытое осталось вот это видишь она сюда хрена ну вот поспеет мы ее оборвем боярышник это очень хорошо для сердца вот тер но лишь он потом не доживает но это мне кажется лучше чем-то это то крепче я и он привязал она хорошо стоит она была кривая и выправил а не достаточно маленький мужской так вот у надо хернуть все съели да вот но есть чуть-чуть но зачем ты знаешь это не этот кто-то еще тоже сказала не слушай и я тоже смотрю на же тоже было столько я как а теперь нет но яблоки есть вот на большой видно прямо да если они не опадут то будем собирать по осени вот тут вот мы делали дырки вот по периметру и подкармливали такого наше снова зато нет если только побелить у нас есть белила или сходить до тетки до той потому что надо посмотреть там в этих труда надо посмотреть потому что их тот раз погасил даже на груши было тля представляете в том году не было а в этом году даже на груши тлям было но тут сушки да мне кажется подравнялась и там такой же длины здесь стала трава вот так вот видишь он твой хрен какой обрезать белый что мне кажется мы его немножко пропустили он уже цветает нет да уже ромашка зато сейчас вот выйдет скоро вот она мяту милису надо сорвать но не очень но я думаю может быть следующем году она начала же расти корни пустят он ромашка как вымахала смотрите там и там а эти оранжевые до сих пор что цветут смотрите синие какие красивые смотри это вот те же самые называется а вот эти мохнатые то что будут там есть туда соседи донюшка привет смотрите какие яблоки большие стали смотрите уже красноватая вот так ладно потом где-то мы с вами еще видели а вот наверху где-то сейчас только что видим а вот 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 смотрите второе вот еще где-то два рядышком нужно а вот смотрите еще один маленькая вот она вот 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 маленькая вот яблочко вот видите вот за листиком прямо 3 его не было 3 а еще где-то мы же с вами видели 3 а вот эти 4 рядом вот большой маленькой вот 4 значит там где надо будет наверное чуть-чуть вот раз два два рядом с ним 3 прямо маленькая и вот там от маленькой совсем три четыре но где-то еще одно было а вот красивый вот эти но они уже отходит а прошлый раз они были больше не в том году их по мне было нет нет а почему я не тоже я не поняла или мы их пропустили не может уже часто ездили в том году ромашка красивый да это тоже красиво и в том году в тот раз немножко подорвал эти травку из них слушать а этот я подстрелил он 5 вырос надо еще его подстрелять как он в дикий виноград но он такой сочный стал красивый а я белый же тоже не видел этого без нас приезжали потому что я рассказывала папа пришел и сказал что это не будет один раз сашка мне пришла говорит я говорит дома не закрыть а что у нас тут никто не сворует аппарат который купили я только за это деньги беру три вот было столько на этом дереве я короче тот раз был правда дождь что-то написать типа сухую солнечную безветренную погоду нужно обрабатывать ну короче ребята я вроде бы обработал и вроде бы как тли нет потому что было бедная яблоня и на этой это все попадалось это яблони со старой здесь были люпины короче обрывайтесь у кого-то есть люпины вот у них вот такие вот листики вот они вот он такой листик и белым фиолетовым цветутом начале я вам показывал видео короче из них там столько было три это просто было пипец и вся эта бедная яблоня со старого молодая со старого дерева с этими люпинами в общем все было вот загажено вот этими 3 ноты их в том тот раз немножко попрыскал искрой и чаще всего эти для она располагается на самую краешках этих веточек то есть на молодых листиках и вот тут сразу видно если тля есть значит тут она будет здесь располагаться и повыше на самой верхушке минуту здесь или нет значит прошлый раз я достаточно хорошо обработал но у меня еще осталось немножко раствор если нет то можно сходить тут у тетки купить короче такая борьба у меня с ними и вроде как и муравьев то нет потому что я тут вокруг и землю немножко полил и ты так тут у нас наверху посмотрим тут тоже более менее чистым самое главное показатель есть что есть для это очень большая масса муравьев которые ползают по дереву вверх-вниз вверх-вниз но что-то здесь я вот яблок не вижу прошлый раз я по-моему яблоко видел и в том году не было до на груши на груши не было три в том году даже на груши для было в этом году уже тут я их немножко тоже полил и вроде нету вроде бы все нормально стало сейчас по крайней мере тоже все 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 дерево было просто в в муравьях это вот сразу показатель того что еще раз повторю что есть для на листьях ну пусть пока растет всем привет после криков писков и визгов моих возмущений всего остального приехали на дачу сегодня солнечная погода немножко поработать пообщаться позагорать перед югом как обычно но я так немножко там где-то хожу паблик конечно совсем беленький ему нужно чуть-чуть даже так скажем сгореть немного здесь москве потому что в крыму это будет еще хуже поэтому лучше здесь немножко подпечься подлечиться и быть спокойными вот поэтому хорошо на даче хорошо тепло повезло с погодой это все было пасмурно дождливо в прошлый раз мы были даже в лоб не стал снимать потому что было все дождливо и некомфортно нахождение вроде бы чуть-чуть и успели здесь под стричь деревья и газон но потом пошел опять дождь и короче ничего хорошего из этого не получилось ягодка горковато немножко так вот это должна быть слаще этот куст да это слаще забыл как называется так черника вкусом или голубика вкуснота мукбанг сад сад она уже такая спела что отваливаются ягоды вот вообще сладко еще съел вообще прямо сладкая как вот это ягода называется я забыл сюда забываю но очень вкусно что открыли уже хозяин тут часа дают на а выводу пока не включили там это мой рюкзак не брал ну там документы от машины интересно в следующий раз вы рапортуете также скажу хозяйничают без меня хозяйничают понимаете интересные деловые люди холодильник надо пойти включить потому что в любом случае придется что-то потом класть сюда в холодильник старенький холодильник но все-таки пока охлаждается что молоко положить надо будет мы сейчас скажем позавтракаем хотя у него вроде дома перекусили кто не видел старый дом покажу еще раз старый дом на комната здесь дальнейшем ремонт надо будет делать и обои переклеивать в общем это пока пока немножко другие семейные вопросы веранда вот такая вот с выходом на второй этаж второй этаж и в прошлом году показывал вот раньше мы все здесь собирались он потом тот дом появился вот варанда такая и вот здесь еще одна комната ну тут завалено правда что ну тоже вот нужно все будет здесь делать ремонт как-то это все это не прямо мечты мечты об этом так что вот все засрали ведь потому что птицы вот здесь живут наверху прямо над входом и все вон они в рубашке и все укакивают прохожу тут мимо бочки я уже в этом году спас двух или трех улиток которые переходили с одной улицы на другую пашка не как-то говорю зачем ты их переносишь с одного тротуарта скажем конца на другую ягурта кяжик переношу в ту сторону куда они усиками смотрят они в другую это наград может быть с утра она вышла идет вот ее обратно и приходится опять возвращаться нет я говорю я же ее перевожу туда куда она смотрит потому что проедет велосипедист или кто-то пройдет не заметит на улитку наступит он прямо с домиком переходит этот тротуар поэтому вот еще спас несколько жуков и сейчас смотрю представляете майский жук майский жук маяться бедный малыш я вот его решил спасти тоже давай власть давай вот он смотрите какой майский жук бедняга упал видимо воду иди давай сохнем бедный малыш спас жука майского посмотрите какой красивый блин майский жук ну в общем вот он раз фокусе но вы видели вот попался плавал такой вот бы если его не спас он бы просто утонул ребята ну видимо упал летел или еще что-то не знаю ударился майский жук в общем раз фокусе не видно там снимает то что не нужно камера у меня в общем я рад а еще что хочу сказать мне почему-то какое-то такое удовлетворение от того что вот я спасся улитку или вот у майского жука и у меня такое вообще не как будто бы и огромное дело какое-то сделал и сейчас то же самое его спас и такое чувство какого-то благоговения удовлетворение что без меня опять хозяйничают то мы не завтракаем мы руки помыли здесь там посмотрели я говорю сначала завтракаем а потом уже воду будем ну давайте я пошел руки мыть сначала одну руку я уж не как савелий всем известный от моют руку только одну но тут же значит горе что мы живем сами в таком мире что нужно прямо маму там стараться уберечь он зато все своими грязными ручищами трогает умой только одну руку очень по очереди но по моему 2 все у меня ребята такое чувство что когда я спас у меня так все хорошо на душе как вот как будто бы я огромнейшее какое-то дело сделал хотя ничего вроде бы особенного хотя просто жук открыто здесь на растопашку соседи тоже видите старенький домик но он подкрашенный потому что они в нем живут тут здесь никакой потому что в нем никто уже ниже не не живет здесь вот смотри видишь это я помыла а вот это вот я имбирь беру такой с сахаром жимолость надо порвать ага ну я там съела немножко а жимолость это ягода ну соберу сейчас свет мне не дали электричество хочу ты сам не можешь нет по традиции должен съесть шоколадку одну штучку смотри это еще теплые отлетки с картошкой еще теплые так вот смотри пашуня я что взяла то это лешка сказал тебе пастилу можно белевская попробуем да и мы у тебя тоже по одной попробуем да это да это наше с тобой пашуня это ну мы попробуем с тобой может брать или нет да вот смотри это смотри это самое видишь она еще теплая час будем или на обед будем яйца сыр этот пармезан да пармезан ты сказал вкусный да ничего да 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 вкусный из того что вот сейчас там российские есть голландские мне вот этот да вот во вкусе лучше чем мегард и манчестер манчестер уже давно не тот а мегард тоже не такой вот я еще этот как его колотый край ну мы давно его не брали даже ничего не могу сказать я его в одном магазине не видела а потом ушла посмотрела по этой есть там один или два кусочка то есть они где-то лежат поэтому я и не увидела ну наверно а у тебя тучи это овощи а это картошечку тоже можно да и котлетка она же все я же они заморожены у меня были вот я их кладу на медленно водичка дается до из этого и побольше вот она тушится 25 минут и 30 или 30 когда как все вот это теплое тоже давайте а что мы будем есть яйцо чай вон сыр ну и все по пироженке можно съесть это же горячее оно же теплое ага оно теплое еще да мы сейчас это попьем сейчас сколько уже считай двенадцатый час до около двенадцати но потом с 3 часа и чё будет она теплая чуть-чуть остынет да и все да давай так я пойду переоденусь ладно так ты уже включил да хорошо горчит сегодня такое бэ так вот что-то будешь ну съем наверно с яйцом то что тогда режь делай режь говорит делай давай тарелку давай нож давай доску куда складывать все горькая прям вообще ледиска наверно большую пождать а на одну тюклу помидоры обувь ты ничего невозможно есть горькая так все сейчас то мы можем уже вот так вот на улице тут здесь помой сейчас поставим да и все правда так ну как ты тут оценил что-то горьковатая она сегодня такая прямо терпкая что аж прямо это ну значит все больше я не буду не брать тоже да ты знаешь еще что где то я оставила дома у меня ну вот знаешь для овощей вот это а внизу то у меня же двойной это морозильная камера то я не маленько подмерзают так я теперь положила туда знаешь специально вот такие вот такие вот есть для овощей то вот туда теперь положила тут смотрю она у меня это подморозилась немного от морозилки видимо да так что вот а ты еще взял это пашки ну еще так и просто чудо вечером вчера и сегодня утром не стал писать думаю уже ладно отварил творюсь и будет я утром все отваривала они еще тепленькие тоже были на это я вчера они у меня и на ночь их кладу холодильник а не все равно все равно сейчас же жарко я и вышла на улицу в этом в этом в автомобиле и высохла голова ну что да 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 это да 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 короче они там фильтры будут вставлять и я пошел собирать вот эту ягоду тетя Нине тетя Таниной маме ну что бы там поела в общем буду сейчас вот это все обирать все спелое у каждого своя задача у каждого свои дела потом надо будет подточить зажал тут рукой подточить подрезать эти дикий виноград может быть попрызгать там разведенным этим еще яблони из кроэты покушали перекусили да ягода спелая прямо все уже отлетает отлетает некоторые еще держатся некоторые уже такие тверденькие ой мягкие уж очень или в руках разлазиться либо падает спал прямо с этой с ветки ну немножко под загореть хоть тоже полезное дело особенно павлику это потому что все равно хоть немножко но загораю где-то там возможность есть в парке сижу я раз шорты подниму повыше они у меня коротенькие но чуть повыше еще их подниму и уже хорошо где-то рукав закатаю где-то живот приподниму футболку и в общем с этим телефоном я никак не могу научиться еще с новым дружить потому что я сейчас когда снимал видео связанные там с этими вакцинами и все остальное там про собянина говорил у меня то хорошо все работало у меня и две функции включилась и вот это вот стабилизация и я забыл как эта функция называется когда она немножко украшает так скажем внешность и окружающую среду а сейчас почему-то опять только по отдельности включается вот короче не могу разобраться не могу разобраться как с этим бороться читать что-то или шо или как так в общем жимолость собираю читаю правда дала тут две баночки небольшие вот такие вот но не знаю тут уже пол баночки но мне кажется трех тут точно не наберешь что-то как-то ее не то что немного а как-то она попадает смотрите какие крупные ягоды сейчас одну взял вторая отлетела короче буду собирать смотрите какая елка красотища огромная какая то мы пошли тут в магазин местный прогуляться мне надо купить белила искру слушай да такая огромная прям вообще красивая елка а сосна да тоже ой смотри какая красотища красотища ага это же все было знаешь как это маленькое а сейчас а вон а у нас это липота 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 и береза березы то еще срезали да подкашивали да облепиха вот там не видно есть липота ягод пока да не видно вот тоже сосна но это более пушная там немножко она такая жидковатая шишек много да может быть просто здесь тоже шишки есть просто да здесь из-за того что она пушистая а две или три да 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 а вот она вот еще одна ага смотри это же вообще обалдеть а это ель елка ага ты знаешь мы не сажаем потому что Лёва посадил что там у нас сосна или ель ага да и у соседей есть тоже сосна да 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 а она на сто пятьдесят метров вот эти вот они свое это распространяет да и забирают плохой воздух ну и что нам стоять если мы вот в серединке ну да а там же еще Саша на другой стороне тоже еле посадил так что мы же ничего не хотим что нам надо за них через Круби Лила еще что-то а не знаю сейчас глянем правильно да а этот магазин он всегда здесь был или нет все нет 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 потише поспокойнее вот это отсюда вода идет нет нет надо будет посмотреть на 122 метра и на 96 маски то не взяли наверное с вами вроде все без масок сидят здравствуйте одеть футболку это неприлично магазине без футболки вон что мы приезжаем какое-то время хочу вот так а куда я не оставлю нет